Дорогие любители Австрии, я вас рада видеть на своем австрийском канале Harmony Nozdria. Меня зовут Катерина, и я вещаю из земли Зальцбург. Сегодня будет небольшое политическое видео, как вы уже догадались. Назову я его, пожалуй, смена власти в Австрии. Что же теперь с нами будет? Ну, с кем с нами, да, спросите вы. А с нами это с русскоговорящими, которые живут в Австрии, может быть, в соседних странах, а также и с русскоговорящими, которые живут за пределами Австрии, в частности, в России. Если вам интересно узнать о новом канцлере Австрии, о новом президенте Австрии, о том, как проходила смена этой власти, что этому способствовало, какие были кандидаты, о чем они говорили в своей предвыборной кампании, и если вам также интересно мое мнение обо всем, об этом, то тогда я вам желаю приятного просмотра. Май 2016 года – это действительно судьбоносный месяц для Австрии. Именно в этом месяце проходят президентские выборы. Это бывший президент Австрии. На мой взгляд, он похож на Брежнева из-за его интересных бровей. Это бывший канцлер Австрии. Он, кстати, уволился, но об этом я расскажу чуть попозже. Вот эти два человека вершили судьбу Австрии на протяжении очень многих-многих лет. Президент Австрии правил два срока, и по австрийским законам он больше не имеет права переизбираться. И поэтому в Австрии наступает новая эра, новая эпоха нового президента и нового канцлера. То есть власть Австрии полностью сменилась, и вот эти два человека – это уже бывшие властители Австрии. Итак, начну я, пожалуй, с бундес-канцлера Австрии, с нового канцлера Австрии, который зовут Кристиан Керн. Довольно известная личность в Австрии, потому что он был раньше шефом австрийских железных дорог. Почему я начинаю именно с канцлера Австрии, а не с президента? Потому что канцлер в Австрии обладает более широкими полномочиями, чем президент. Да, вот как бы странно это ни звучало, но, на мой взгляд, очень милый молодой человек, уверенный в себе. По его делам можно сказать, что он хороший менеджер. Почему он вдруг стал канцлером Австрии? Куда же делся бывший канцлер Австрии, которого вы видели в предыдущем отрывке видео? Дело в том, что бывший канцлер Австрии подал в отставку. Так, уводился по собственному желанию, аргументировав это тем, что его партия больше его не поддерживает. Ну, что уж там было на самом деле, мы не знаем. Это осталось, конечно же, за кулисами. Но вся эта заварушка началась именно тогда, когда в первой части президентских выборов в 2016 году победил Хофер. Ну, Хофер это не магазин, это фамилия претендентов президенты Норберт Хофер. Норберт Хофер не понравился прошлому канцлеру тем, что он лидер правой партии, он националист. Если кто-то не знает, не разбирается в том, что такое националист, кто такие правые, я вам сейчас поясню. Это Австрия для австрийцев, Украина для украинцев, а Крым все-таки достался россиянам. Да, кстати, за это свое высказывание про Крым Украина его не взлюбила, а российские СМИ очень так прочно, напрочно приклеили ему прилагательное пророссийский. Хотя, лично я не назвала бы его пророссийским человеком. Если у него такая позиция насчет Крыма, то это не означает то, что он влюблен в Россию или поддерживает правящую партию в России, или президента Путина, или что-то еще. Да, он таким образом выразился насчет Крыма, потому что, честно говоря, его и всех австрийцев просто достали уже эти санкции, российские санкции и ответные санкции Европе, которая вынуждена была выдвинуть Россию. Австрия хочет зарабатывать деньги, Австрии нужны деньги, особенно сейчас, когда привалило столько много беженцев, о которых я тоже расскажу в этом видео. Австрии нужны торговые связи, австрийцы хотят торговать, коммуницировать, они не хотят никаких запретов. И Австрия всегда сотрудничала с Россией, они были очень хорошими партнерами, и вдруг вот эти санкции, которые навязала, в общем-то, Германия, ну, а за Германией сами знаете кто, они раздражают австрийцев. Вы сами знаете, что европейцы – это экономные люди, они любят считать денежки, они жадные до денег, им лишь бы деньги, лишь бы прибыли, они всегда думают только о деньгах. Им все равно, что там в Крыму, что там с этими крымчанами, что там с этими крымскими татарами, уж поверьте, им реально все равно. Но они просто хотят, наконец-то, прекратить эти антироссийские санкции и заняться уже торговлей. В общем-то, бывший канцлер не любит, и он открыто это заявил, что ему не нравится новый кандидат в президенты. Я думаю, что именно поэтому он и уволился, потому что у Хоффера, у него действительно очень большие шансы на победу. Кстати, второй тур голосования закончился вчера, и сегодня вроде бы должны объявить уже результаты голосования. Кто же все-таки победил? Роберт Хоффер или Ван дер Беллен, который выступает от партии «Зеленых». Так, новый канцлер, давайте немножко про него. Что я о нем знаю? Это бывший шеф австрийских железных дорог. Это хороший менеджер и отличный стратег. Я думаю, что в этом он очень-очень поможет Австрии в плане новых контактов Австрии с другими странами, налаживания торговых связей. Он очень хороший дипломат. Хорошо так все, знаете, дипломатично объясняет, уходит от разных прямых вопросов. Ну, вообще, он мне нравится, мне он симпатичен как человек. Что он делал для австрийских железных дорог? Первое. Он повысил зарплаты сотрудникам австрийских железных дорог. Во-вторых, он ввел систему безопасности в поездах. То есть, помимо того, что в поездах австрийских железных дорог всегда стоят камеры наблюдения, но помимо этого он ввел еще дополнительный контроль. То есть, есть сотрудники, которые проходят вот так по вагонам от начала до конца и смотрят на забытые вещи. Я думаю, что это очень важно в целях антитеррористических операций. Потому что, вы знаете, сейчас очень-очень опасно. Где-то могут оставить какой-то кулек. Да, если случайно забыл, и это просто обычная вещь, это одно дело. А если кулек какой-то бесхозный, и может быть там бомба, это очень-очень важно, что он осуществляет контроль не только автоматически, да, с помощью видеокамер, но и также людской контроль. Также, когда он пришел на пост главы австрийских железных дорог, в наших поездах ввели дополнительную уборку. То есть, если раньше поезд убирали только в его конечной станции, либо в его начальной станции, то, когда он пришел, теперь у нас ходят эти уборщики на промежуточных станциях, и прям, когда поезд едет, они так быстренько-быстренько все убирают, выбрасывают мусор. Стало в поездах намного-намного чище, когда этот Кристиан Керн стал управляющим австрийских железных дорог. В общем-то, он сделал очень много хороших дел для этой компании, и, да, он заработал себе очень хорошую репутацию. Ну, наверное, это все, что я хочу сказать об этом человеке. Отличный менеджер. Кстати, и на сайте австрийских железных дорог появилось очень много интересных изменений. Да, сайт, конечно, как был глючный, так и остался глючный, но все-таки дизайн сайта поменялся, все стало такое более читабельным, более современным. Раньше это был вообще просто караул. Да, так что я думаю, что у него есть очень много идей. по поводу рынка, по поводу торговли, по поводу того, как Австрия может заработать на каких-то экономических проектах. Ну что ж, пожелаем удачи Кристину Керну. Он себя уже заявил как опытный менеджер, специалист высокого класса. Я думаю, что и на этом месте он подтвердит все это своими делами, и все это мы увидим с вами в совсем-совсем ближайшем будущем.